Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы проводим запись, часть бесед, которая называется Цикл бесед во свете Библии открытым оком. Это вот мои книги, 30 томов, они называются открытым оком. Вот они, каждая книга по 752 странице, которые я дарю библиотеке в этих поездках. Вот сегодня у нас тема, хотелось бы остановиться, о посте. Я уже заранее, как люди реагируют, а что о посте, тут все так понятно. Вот когда до конца прослушаете, если у вас терпения хватит, как у хороших учеников, тогда вы скажете, знаете о посте или нет. Вот в этой книге, которая у меня вышла уже вторым изданием, к истинному православию, я отсюда беру эти темы. Тут осталось еще немного. В общей сложности где-то тем 12 у меня будет записано. О посте все знать не мешает. Еще лучше поститься. Но еще лучше принести плоды от поста. Пост это не цель. Пост это только лишь средство для достижения главного. Смирение себя и угождение Богу. Чтобы Господь Духом Своим проявился в нас. Я буду много засчитывать, чтобы вы знали. Потому что материалы взяты из святых отцов, соборных постановлений, из Библии. Но не у каждого есть такие материалы. В основном это касается православных. Но и сектантам, и еретикам тоже не помешает послушать. Пост в собственном значении означает воздержание в пище и в питье. И в удовольствиях. Иногда воздержание выражается в совершенном неедении. Продолжение одного или нескольких дней. Чаще всего в неедении мясной и молочной. Так называемой скоровной пищи. С этой точки зрения, на языке медицины, пост может быть назван периодом диеты. Воздержание в пище своего рода пост был заповедан уже в раю Адаму и Еве. Когда они еще находились в безгрешном состоянии. Бытие 2.17 Моисея и Илья в течение сорока дней не пили, не ели. Исход 34.28 Третье царство 10.9 Давид Я во время болезни ходивался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недр мою. Псалом 34.13.108.24 Даниила 10 глава Иоанн Креститель постился, Анна, Лука 2.37 Сам Иисус Христос в течение сорока дней, чтобы приготовить себя к делу спасения мира. Постились и все ученики. Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Деяние 13.3 Рукоположив же им присвятеров каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Деяние 14.23 Апостол Павел про себя говорит, что он был в труде, в изнурении, часто в бдении, в голоде и в жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. В голоде и в посте. То есть это разные вещи. 2 Коринфянам 11.27 Христос предсказал о том, что его ученики будут поститься. А они же сказали ему, почему ученики Иоаннову постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют. Он сказал им, можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Лука 5.33-35 Поэтому с апостольских времен вошло в обычай поститься по средам, когда Иуда предал Христа. И по пятницам, когда Господь Иисус Христос был распят и умер на кресте. Бес и демоны изгоняются только постовую молитву, никаким другим оружием. Матфея 17.21 А ты, когда постишься, помашь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим небесным, который втайне. И Отец твой, видящий тайное, воздать тебе явно. Матфея 6.17-18 Четыре десятницы, то есть вот сейчас у нас идет Великий пост, у нас сегодня где-то 20, должно быть 6 сегодня уже, марта 2013 года, вторник. Вторая неделя поста. Четыре десятницы не пренебрегайте, пишет святой Игнатий Богоносец. Она составляет подражание жительству Христа. Мы постимся через эти десятницы по преданию апостольскому, говорит блаженный Иероним. Тем более, чем более дней поста, тем лучше лечение. Чем продолжительнее поприще воздержания, тем обильнее приобретение спасения. Блаженный Августин. И вот когда выступают сектанты в интернете везде, а посты эта православная церковь установила уже в советское время, ну вообще никакого знания нету. Казалось бы, ну а то же от православия должны быть, а тупость потрясающая, такая же как наша. Вот абсолютно ничем не отличаются. Ну возьми книгу, да прочитай. Ну Киприан Карпагенский, Блаженный Августин, они что в 20 веке жили? Да тут считаем Игнатия Богоносца, первый век. И апостольское правило 69 говорится, поскольку пользу поста не ограничивая одним воздержанием в еде, потому что истинный пост есть устранение от злых дел. Разрешай всякий союз неправды. Прости ближнего оскорбления, прости ему долги. Ты не ешь мясо, но обижаешь брата. Будем поститься постом благоугодным Богу. Истинный пост есть удаление зла, воздержание языка, подавление в себе гнева, отлучение похоти, злословия, лжи и клятву преступления. В воздержании от всего есть истинный пост по силе Велики. Как через невоздержание наших прародителей мы пали и лишились райского блаженства, так через обровольно принимаемый на себя подвиг поста мы можем возвратить в себе потерянное райское блаженство. Испорченная, слабая, сластолюбивая воля влечет к ложному выбору пути. В пост особенно необходимо стараться истребить свою волю. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего, а не вопрошает меня о судах правды, желает приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души наши, а ты не знаешь? Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот, вы поститесь для ссоры и распри, и для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубящий пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал, разрешив оковы неправды. Развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой. Из скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагово, одень его. От единокровного ничего не укрывайся. Не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой. Исцеление твое скоро возрастет. И правда твоя пойдет перед тобою. И слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Возопьешь. И Он скажет, вот я. Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца. Тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда. И во время засухи будет насыщать душу твою, и уточнять кости твои. И ты будешь, как напоенный водой у сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. Исайя 58, 1-2. Пост помогает приблизиться к Богу в молитве. И обратила я лицо мое к Господу Богу с молитвой и молением в посте и в ретящие пепли. Даниила 9-3. Пост отвращает гнев Божий. Это слово дошло до царя Неневии, и он встал с престола своего, и снял с себя царское облащение свое, и оделся во вретище, и сел на пепли, и повелел провозгласить и сказать в Неневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище, и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем. Люди и скот и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего, и относили рук своих. Кто знает, может быть еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог обетствия, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Иона 3 глава 6, 10 стих. Во время поста законные супруги воздерживаются с аития. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время до упражнения в посте и молитве, а потом опять больше будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. 1 Коринфянам 7, 5. Кто постится, не оставив грех, того Бог не слышит. Если они будут поститься, я не услышу вопли их. Если вознесут все сожжения и дар, не приму их, но мечом и голодом, моровой и язвой и истреблю их. Иеремия 14, 12. Пост нужен не Богу, а человеку. Скажи всему народу земли сей и священникам так. Когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, при том уже 70 лет, для меня ли вы постились? Для меня ли? Захария 7, 5. Так же, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помашь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед отцом твоим, который в тайне. И отец твой видящий тайное воздаст тебе явно. Матфея 6, 16-18. Пост есть Божье установление. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. Лука 5, 35. Так человек, который постится за грехи свои, и опять идет делать то же самое, кто услышит молитву его? И какую пользу получит он от того, что смирялся? Серрахов 34, 26. И думаю, уже не возвращаться в город, но оставаться здесь, не есть, не пить, но не пристанно плакать и поститься, доколе не умру. Третье ездро 10, 4. Кавычки. Пост. Самое лучшее убранство женщин. Узда в отсвете лет. Охранение супружества. Примите пост. Здоровье. Это охрана вашей телесной крепости. Примите пост. Больные. Это матерь здоровья. Пост полезен во всякое время, потому что на постящегося не смеют нападать демоны. Василий Великий. Пост заповедан самим Богом, и во пророчестве святого, святым Аилем сказано, но и ныне еще говорит Господь, обратитесь ко мне, и Аиль 2, 12. Всем сердцем своим в посте плачей и рыданий. Назначьте пост. Доброе дело. Молитва с постом и милостыней и справедливостью. Тавид 12, 8. Кавычки. Лучше творить милосты, нежели собирать золото. Невозможно, совершенно невозможно, пребывать с Богом тем, которые прежде не позаботились исцелить себя постом. Как врач, излечив больного, запрещает ему делать то, от чего произошла болезнь, так и Христос. После крещения установил пост. Ошибается тот, кто считает, что пост лишь воздержание от пищи. Истинный пост. Есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укращение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятва преступления. Иоанн Златоуст. Ни по каким причинам не разрешается вкушать рыбу в Великий пост. Новая скрижаль, страница 248. Кавычки. Причины действия поста на духа взлоба заключаются в его сильном действии на наш собственный дух. Укращенное постом тело доставляет человеческому духу свободу, силу, трезвенность, чистоту, тонкость. Игнатий Бричининов. Кавычки. Воздержание от пищи нужно для того, чтобы ослабить силу плоти и сделать покорным этого коня. Златоуст. Если брату своему, на которого за что-нибудь прогнева не оставляешь долги его, то совершенно напрасно постишься и молишься. Бог не примет тебя. Ефрем Сирин. Какая польза воздерживаться от пищи и оскверняться блудом? Ты не ешь мясо, но зато клеветое терзаешь плоть брата твоего. Какая прибыль в том, чтобы не увеселяться вином и упиваться богатством? Какая польза не есть хлеб и опьяняться гневом? Какая прибыль изнурять себя постом и в то же время злословить ближнего? Какая польза воздерживаться от пищи и похищать чужое? Какая необходимость иссушать тело и не питать алчущих? Если ты постишься ради Бога, то избегай всякого дела, которое ненавидит Бог, и Он примет твое покаяние с благосклонностью. Какая нам будет польза от поста, если язык наш предается невоздержанию? Питается пища и сквернее мясо псов. Делается кровожадным и извергает грязь. Ты постишься у милости и в того, кого ты обидел. Никогда не завидуй брату, никому не питай ненависти. Ты постишься не предавайся тщеславию. Иоанн Златоуст. Кавычки. Ты постишься напитай голодных, напои жаждущих, посети больных, не забудь заключенных в темнице, пожалея измученных, у тех скорбящих и плащущих. Будь милосерд, кроток, добр, тих, долготерпелив, сострадателен, не злопамятен, благоговеен, истинен, благощестив, чтобы Бог принял и пост твой и в изобилии даровал плоды покаяния. Пост тогда сделается жертвой, приятной Богу, когда он будет украшен плодами любви. Иоанн Касьян. Это очень редкие такие святые, очень трудно их найти. Честь поста составляет не воздержание от пищи, но удаление от грехов. Что ограничивает пост только воздержанием от пищи? Кто? Тот более всего бесчестит его. Пусть постятся не одни уста, но и зрения, слух, и ноги, и руки, и все члены нашего тела. Что за польза нам воздерживается от пищи, если не изгоним из души порочных привычек. Если ты постишься для Бога, избегай всякого дела, которое ненавидит Бог. И Он примет твое покаяние как милостивый и человеколюбивый. Какая польза в посте, когда обвиняем других, когда осуждаем их, сами имея бревна в глазах своих, и все делаем для того, чтобы показать себя. Ян Златоуст. Полезен пост телесный и вымерщает страсти. Но пост душевный непременно нужен, так что и телесный пост без него ничто. Многие постятся телом, но не постятся душой. Многие соблюдают пост в пище и в питье, но не постятся о злых помыслах, дел и слов. Какая польза им от этого? Многие постятся через день и два, и боли, но от гнева, с глопами, с твоей мести поститься не хотят. Многие воздерживаются от вина, мяса, рыбы, но языком своим уязвляют людей, подобных себе. Какая им от этого польза? Тихон Задонский. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Марка 7, 15. Это место и подобное ему, например, о том, что пища не поставляет нас перед Богом, вспоминают обычно нелюбители поста, полагая, что этим они достаточно оправдывают свое нежелание поститься, вопреки уставу и порядку церкви. Насколько удовлетворительно это извинение, всякому верному церкви понятно. При посте установлено воздержание от некоторых яск не потому, что они скверны, а потому, что этим воздержанием удобнее достигается утончение плоти, необходимой для внутреннего преуспеяния. Такой смысл законов поста, и он столь существен, что считающие какую-либо пищу скверную, причитываются к еретикам, не склонны к посту на этом, надо бы его настаивать-то, а не на том, что пост необязательный, хотя он действительно есть средство к одолению греховных желаний и стремлений плоти. Но кто такой пункт? Но это такой пункт, на котором им устоять никак нельзя. Если преуспевание внутренне обязательно, то обязательно есть средство к нему, считающиеся необходимыми именно пост. Совесть и говорит это всякому. Для успокоения ее твердят, я другим способом возмещу опущение поста или мне пост вреден или так я попощусь когда захочу, а не установленные посты. Ну это прямо все это просектантом здесь уже. Но первое извинение неуместно, потому что еще никто не ухитрялся без поста совладеть со своей плотью и сохранить как следует внутреннее состояние. Последнее также неуместно, потому что церковь одно тело и желание обособиться вне от других противно ее устроению. Удалить себя от общих установлений церкви можно только выходом из нее, а член ее не может так говорить и того требовать. Второе изменение имеет тень права. И точно, пост не обязательный для тех, на которых пост действует разрушительно, потому что пост установлен не для того, чтобы убивать тело, а для умерщения страстей. Но если перечислить таковых добросовестно, то их окажется так мало, что и в счет нечего ставить. Останется один резон нежелания. Против этого спорить нечего. И в рай не возьмут против воли. Вот только когда отсудят в ад, хочешь не хочешь, а ступай, схватят и бросят туда. Феофан Затворник. Пост ест лекарство, но лекарство хотя бы тысячу раз было полезно, часто бывает бесполезным для тех, кто не знает, как им пользоваться. Златоуст. Пост приносит пользу тем, кто разумно к нему приступает и вредит начинающему его неразумно. Поэтому заботящиеся о пользе поста должны беречься вреда, то есть тщеславия, чтобы, вкушая ежедневно понемногу, мы могли покорить плоть и укрепить сердце для молитвы. Таким образом, сохраненная силой Божией от возношения, мы постараемся всю жизнь пребывать в смиренно мудрии, без которого никто не может благогождать Богу. Преподобный Марк. Пост это сильное орудие, когда он предоставлен самому себе, когда из орудия он притворяется как бы в цель жизни, в цель тщеславия, делается для подвижника орудием самоубийства. Сколь вредно невоздержание, столь вреден еще более неумеренный пост. Слабость тела, происходящая от недоедания, не позволяет совершать молитвы в должном количестве и с должной силой. Игнатий Бричанинов. Богданович спросил преподобного Серафима Саровского, можно есть скоромное по постам, если кому постная пища вредна, то и врачи приказывайте есть скоромное. Старец отвечал, хлеб и вода никому не вредили. Как же люди сто лет жили? Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. А что Святая Церковь положила на семи вселенских соборах-то, то исполняет. Горе тому, кто слово одно прибавит к всему или убавит. Иоанн Златоуз говорит, что Бог отделил для себя десятину из всего, чем владеем. И десятину нашей жизни требует время великого поста. 365 дней в году. Ну-ка, посмотрите. Поститься положим только в одну субботу в году Великую на Страстной неделе перед Пасхой. А пост с Каправлой 64-й Гаммерский собор 18-й. И так как пост начинается с вечера Прощенного Воскресения, то до басхального утра еще остается полсуток. Итого к Великому посту 36 с половиной дней. Но спрашивается как? Суббота и Воскресенье не считаются постом. Остается в неделе 5 дней. 7 недель 5 и 7. Сколько? 35. Одна суббота в году постная. Получается 36. И еще с вечера до утра 36 с половиной. 36 с половиной это десятая связь. 365. Запятую переставьте. Первый раз я когда узнал до того удивился. Такая точность. И она ну случайна или не случайна. Саней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне и я обращусь к вам говорит Господь Саваоф. Вы скажете как к нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать меня? Вы обкрадываете меня. Скажите скажите чем обкрадываем мы тебя? Десятиной приношением. Проклятием вы прокляты потому что вы весь народ обкрадываете меня. Малахия 3.7.8 Кавычки. Если не постится епископ священник Глякон это клир чтец певец кроме препятствия от немощетелесной да будет извержен. Если мирянин да будет отлучен. Апостольское правило 69 Петр Александрийский 15 правило Больным старым очень и очень малым детям разрешается нарушение поста. То есть послабление его в виде разрешения вкушать только елей растительное масло. Это Тимофей 9 10 правило. Похоми Великий 15 мая пост против воли не поможет в болезни нет поста. Семен Столбник 1 сентября не подобает постом убивать это грех. Сам именно так поселся что как убийство будто было. А смотри какие изречения дает. Я про Семена говорю. Упоминания в четыре десятницы часто встречаются в древних письменных памятниках. Правила свихто апостолов составленные по источникам относящимся к второму и третьим векам 69 правило. Игнатий Богоносец 1 век Виктор Епископ Римский 2 век Дионисий Ориген 3 век Иероним и Кирилл Александрийский и Полит Римский 3 век Василий Великий и Григорий Низкий 4 век это те которые говорили что Великий пост уже был в их время. Вот я сейчас говорю это но у меня будут вопросы от сектантов. Я в ответ спрошу скажите а почему вы говорите что Великий пост начался в 20 веке? Нам так сказали. То есть их учат так этой лжи. Он не придумывал это. Но мы же верим что был Григорий Низкий и Григорий Богослов и что их труды но они остались а у них ничего нету. Ничего кроме клеветы. Древние христиане соблюдали пост через эти десятницы с особой строгостью. Воздерживались даже от кушения воды до 9 часа по нашему до 3 часа дня. Хлеб и овощи это устав большой глава 32 лист 74 говорит об особой строгости поста в первую неделю и в последнюю понедельник и вторник не ест и не пить. Среда однажды сухоедения без вареного четверг не ест и не пить пятница единожды. Если же кто слаб или не может поститься двух дней то во вторник и четверг ест хлеб с водой. нарушающий пост отлучается от причастия на два года. Настольная книга священнослужителя страница 535 том 1 это при патриархии в Пимене выпустили второй пост по продолжительности это рождественский или Филиппов начало с 28 ноября здесь и далее и даты даются по новому стилю и по 6 января включительно а 7 уже Рождество уже в 4-5 веках церковная практика знает все 4 поста с 12 века постной пищей стали считаться рыбой хотя древние христиане постелись намного строже у католиков внутрь плавает хороший зверь в воде но они ее к рыбам причислили теперь можно есть главное как посчитать всякая радость считалась нарушением поста и даже церковное лапзание мира по словам Тартулиана 2-3 век считалось с постом несовместимым во все среды и пятницы в течение года пост строгий как и великий пост но в отдельной среды и пятницы разрешено есть рыбу или только елей что ниже будет подробно указано сплошные седмицы без среды пятницы пасхальная следующая за пятидесятницей то есть за днем троицыным святки то есть от Рождества Христова до хрещения кроме Бога Евленского сочельника седмицы мытарь и фарисея и сырная масленица в Рождественский пост устав Большой глава 32 от дня Святого Филиппа 28 ноября до дня Святого Николы Ченотворца 19 декабря в понедельник среду и пятницу сухоедение во вторник и в четверг в субботу и воскресенье разрешается рыба а дня же Никола до Рождества Христова в субботу и воскресенье рыба во вторник и четверг вареное с маслом и вино пьем на Баканон Лис 83 упоминание о Рождественском посте встречается в четвертом веке а в Росе Медиаланске упоминает его Августин Папа Лев Иоанн Златоус подложительность его определенная на Константопольском соборе 1166 году при Патриархе Хрисоверге особая строгость 6 января Рождественский сочельник не вкушать и не пить до появления звезды и потом еда с елеем во все посты воздержание в супружеском общении также и 18 января крещенский сочельник 3 Петров пост начинается всегда через неделю после Троицы с понедельника но оканчивается всегда в одно число до 12 июля этот пост установлен в церковь для подражания примеру святых апостолов которые по принятии даров Святого Духа постом и молитвою приготовлялись ко всемирной проповеди Евангелия и таким же образом приготовляли своих преемников на это служение деяние 13 глава продолжительность его от 6 недель до 8 дней в пост апостолов разрешена рыба во вторник четверг и в субботу воскресенье дважды в день никогда ни в одном уставе не было разрешения на 3 еды в день но и не запрещено но и не запрещено большой устав глава 32 34 но маканон правило 223 кормщий лист 19 но маканон правило 214 и 4 последний пост успенский госпожинки называют с 14 по 28 августа по строгости как и великий пост рыба разрешена только 19 августа преображение господне по уставу но маканона лист 83 разрешено во вторник и четверг масло успенский пост был уже в 5 веке если сам праздник успения придется в среду или пятницу разрешение бывает только на рыбу если в понедельник и другие дни то мирянам разрешается мясо а монахам рыба готовящиеся к окрещению как и христиане строго исполняли все посты а срок приготовления к окрещению оглашенных был до 3 лет перед крещением постились кто? Илюан 13 июля подвиг святых поражает воображение являясь это примером удивления они подражания по силе его по 40 дней постились в новозаветное время Мамант 2 сентября Марина и Кира 28 февраля Ипатий 31 марта 50 дней не пил и не ел поиси великий 19 июля 70 дней не пил и не ел в период от Пасхи до Троица во все дни седьмидеся в среду и пятницу разрешается рыба по другим правилам и после крещения Господня по неделе блудного сына разрешается рыба в среду и пятницу в течение же всего года рыба в среду и пятницу не разрешена ни по одному уставу Аполлос Великий говорит Иуде подобен непостящейся в среду и пятницу слава Тебе Христе Божий наш слава Тебе вот что в новом узнали о посте Аполлос Аполлос